Привет! Северокорейские войска уже на территории Курской области. Каково их реальное количество, их реальное число, пока что неизвестно. Однако глава украинской военной разведки Кирилл Буданов утверждает, что спустя несколько дней эта информация станет известной. Параллельно северокорейские инструкторы находятся на территории украинского оккупированного Донбасса. Параллельно северокорейские летчики уже летают на российских самолетах, истребителях, мигах и сушках, также на территории Российской Федерации. Для чего они летают, тоже пока неизвестно. Или для того, чтобы потом поучаствовать в корейском конфликте, который очевидно, с высокой долей вероятностью, произойдет на корейском полуострове. И лежит для того, чтобы непосредственно принимать участие в войне России против Украины, уничтожая при этом и украинские-тереамериканские самолеты, украинскую инфраструктуру, украинских военнослужащих и, конечно же, украинских мирных граждан. Почему северокорейские войска, в первую очередь, попали на территорию Курской области, предельно очевидно. Вероятно, для того, чтобы выбить, как этого желает Владимир Путин, украинские силы, украинские вооруженные силы с российского приграничья. У Путина нет своих возможностей. Ему понадобились возможности Ким Чен Ина. Для чего это делает все Владимир Путин, предельно понятно и очевидно. Мы с вами сегодня об этом поговорим. Но где реакция Запада, который растерялся и который все перепроверяет информацию? А ее нет. Запад сытся, к большому сожалению. Давайте с вами сегодня поговорим обо всем этом. Это очень важная тема, которая повлияет на всех нас и в том числе на войну. Конечно же, на войну России против украинского государства. Я Александр Демченков и на каналах Дмитрия Гордона ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. Ну а мы начинаем наш традиционный разбор. Поехали. Итак, северокорейские войска с Приморского края попали уже на территорию Курского региона, Курской области, где немалую часть взяла под контроль украинская армия, украинские вооруженные силы. Российская армия не может выбить, и это уже очевидно, что в ближайшие месяцы это не случится. Может быть даже в ближайшие полгода украинские силы с этой территории, с территории российского приграничья, с серой зоны, которую создали украинские силы, а не российские, как того хотели, в Сумской и Украинской области. И, следовательно, Путину понадобилась помощь. Почему бы не воспользоваться северокорейскими регулярными силами, северокорейскими военнослужащими, которых в избытке у его подельника, союзничка Ким Чен Ина. Именно по этой причине, в первую очередь, северокорейские войска оказались на территории Курской области. Сколько их там, неизвестно. Глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что в ближайшее время, в ближайшие дни, все узнают эту информацию, и украинская разведка сможет понять, а сколько же северокорейских военнослужащих оказалось на территории Курщины. Сколько человек, сколько людей Путин пустит из Северной Кореи на убой. Боюя с украинской армией. Для того, чтобы продвинуться хотя бы на один километр, хотя бы на полкилометра вперед, как он считает это квадратами. Три на четыре, три на пять, один на два и так далее. Однако ситуация выглядит куда более сложной. Потому что северокорейские инструкторы уже находятся на территории украинского оккупированного Донбасса. Буквально недавно стало известно, в том числе от украинской военной разведки, от украинских вооруженных сил, что шестерых северокорейцев убили, четверых, если мне не изменяет память, взяли в плен украинские военнослужащие, украинская армия. То есть то, что там есть уже на украинском Донбассе северокорейцы, это факт. Однако они приходили дозированно, в очень малых порциях. Это были инструкторы в большинстве своем, которые смотрели, а как проходит война, как она происходит, эта новая, технологически новая война 21 века. Сейчас ситуация меняется. Дополнительно появляется новость о том, что северокорейские летчики прибыли на территорию России и уже проходят тренировки, сложения, уже управляют российскими самолетами, МиГами и Сушками, в том числе и Су-25, на территории тех или иных российских военных аэродромов. В каком количестве прибыли эти северокорейские пилоты, также неизвестно. Северная Корея довольно закрытая страна, там очень маленькие разведывательные возможности не только у Южной Кореи, но даже у Соединенных Штатов. Крайне маленькие. Поэтому понять, сколько конкретно человек отправил Ким Чен Ын, очень и очень тяжело. Однако возникает, конечно же, вопрос. А для чего тренируются эти северокорейские пилоты? Для того, чтобы в последующем устроить конфронтацию на территории Корейского полуострова, и этот конфликт с каждым днем становится все более и более вероятным и очевидным, и я склонен полагать, что в конечном-то счете война на Корейском полуострове произойдет вновь, как в 50-х годах прошлого века, и Северная Корея вновь выступит против Южной, и Северную Корею вновь будут поддерживать такие страны, как Россия и как Китай. Все повторяется, как вы видите. Просто история пошла в обратном порядке, обратный ход истории задался. Или же эти северокорейские пилоты, продолжая эту мысль, специально тренируются для того, чтобы в последующем управлять всеми этими МИГами и Сушками, истребителями, вовардировщиками Российской Федерации, которые будут направляться исключительно на войну против Украины. против украинских пилотов, которые пилотируют украинские или американские уже самолеты F-16, против украинских военных, против украинской инфраструктуры, критической, гражданской, стратегической, энергетической, против украинских мирных городов и мирных жителей Украины. Пока что все эти вопросы повисли в воздухе. Что точно известно, так это то, что немалое количество северокорейских военных прибыло в Россию, в Приморский край, на территорию Дальнего Востока. Несколько партиями, несколькими кораблями эти военнослужащие пришли. Их подвез Ким Чин Ин и принял Владимир Путин. Что не проходит сважение, не проходит тренировку, не проходит учения в российских военных частях. Что они будут таки направляться воевать против Украины, против украинской армии. Пока что на территорию Курской области, в большинстве своем. Потому что Путину крайне важно выбить украинские силы оттуда. Однако уже мы видим также и тот факт, что на территории, например, украинского Донбасса оккупированы его части. В той же Авдеевке, кстати, дополнительно можно сказать. Российские военные инженеры строят очень глубокие тоннели. Я напомню, что северные корейцы, они специализируются на военной инженерии и на прокладывание подземных тоннелей, которые они напрокладывали к Южной Корее в последние 70 лет. Именно северные корейцы помогали и Хамасу, и Хазьбалле строить подземные тоннели у себя там, в Ливане, на территории сектора газа. И они, вероятно, сейчас помогают россиянам прокладывать все те же тоннели на территории украинского Донбасса. Однако, я вам говорю обо всех этих вещах не просто так. Это очень важная, это очень серьезная тема для обсуждения, которая значительным образом все меняет. Да, мы слышим различные мнения на сей счет. Мы слышим различные цифры. Украинская разведка говорит, что 10 тысяч северокорейцев прибыло в Россию. Южные корейцы, министр обороны Южной Кореи, министерство обороны, разведка Южной Кореи говорит, что больше 12 тысяч. Кто-то говорит, несколько тысяч всего. Цифра на самом деле, как бы, представляется небольшой. Однако, знаете, какой бы ни был размер, размен, да, один украинский солдат на 10, на семерых, на 15, на 20, на 30 северокорейцев. Все равно за каждым, за каждым этим боестолкновением будет стоять жизнь украинского солдата, будет стоять погибший, раненый, контуженный украинский солдат. И какие бы эти северокорейцы ни были, владели бы они каким-то мастерством военным или не владели бы. Выступали бы они только пушечным мясом или не выступали бы. Это никак не умаляет того факта, что жизни украинских солдат все равно будут под угрозой. И теперь угроза масштабируется из-за нахождения северокорейцев на территории пока что российского приграничья в большинстве своем, Курской, той же области. Быть может пока что в маленьких цифрах. Однако эти цифры могут увеличиться, мы еще об этом поговорим. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Это важно. Однако, с другой стороны, я слышу различные мнения, крайне важные для меня осуждения, например, таких людей, как израильский военный журналист Сережа Ауслендер, с которым я знаю, что вы любите слушать наши разговоры, который знает очень многое о войне, о том, как она ведется, и России против Украины, и Ирана против Израиля, и в том числе о том, что происходит на Корейском полуострове, в Тихоокеанском регионе. Это очень осведомленный, очень аналитичный человек. И он также говорит, произносит очень правильные вещи. Во-первых, конечно же, у россиян возникнет в первую очередь сложность перевода. Ни одни переводчики российские, которых на самом деле не так уж и много, не смогут сделать так, чтобы произошло нормальное сложение этих северокорейских сил с россиянами, чтобы российские инструкторы смогли нормально провести учения для северокорейцев. Это совершенно другая культура, совершенно другой язык, совершенно другая философия и прочее, прочее, прочее. Ко всему прочему, это, конечно же, дополнительно нагрузит российский транссиб. Те транссибирские магистрали, железные дороги, по которым уже и так идут российские техника, российские военнослужащие, российские конвои и прочее, прочее. Однако здесь возникает вопрос. А если Владимир Путин и Ким Чен И не собираются ничему обучать этих северных корейцев? Если они просто отправили этих людей, как пушечное мясо? Ведь не только же зэками воевать, не только же добровольцами, контрактниками, срочниками российскими. Почему бы не повоевать с северокорейским мясом, которого очень много? Ведь армия Северной Кореи – миллион людей. Ведь резервы Северной Кореи – 4 миллиона, мобилизационный фонд – 6 миллионов человек. Мужчины и женщины, которые служат от 5 до 12 лет. Да, войны на корейском полуострове давно не было. И северные корейцы не умеют воевать должным образом. Но так поэтому их направляют поучиться, как на полигон. Для Ким Чена Ина Украина – это полигон, как и для Путина, к большому сожалению. Хотя для Путина это еще и, конечно же, желанная цель. Захватить, уничтожить и покорить. Я более чем уверен, что мы видим пока что пробник. То, что Ким Чен Ин сюда направил, на территорию Курской области, летчиков, своих инструкторов на Донбасс – это всего-навсего пробник. И двое диктаторов, которые договорились предварительно, подписали военный оборонный договор о сотрудничестве. Когда Ким Чен Ин Путину отправил северокорейских собак, а Путин Ким Чен Ин – 24 жеребца и 500 российских коз. Вот так они договаривались. Однако в рамках этого договора очевидно, что Северная Корея будет помогать Путину, а Путин будет помогать Северной Корее. Так вот я думаю, что это пробник. Что после этого будет все больше и больше севернокорейцев на территории украинского государства и оккупированных областей. Ведь давайте тоже будем честны. Путин в своей преступной конституции, которую он незаконно обновил в 2020 году, сейчас, когда уже началась полномасштабная война, включил украинские оккупированные, даже отчасти регионы, Луганскую, Донецкую области, Запорожскую, Херсонскую, в состав России. Это прописано в его конституции. И я точно не исключаю того, что северокорейские военные окажутся и на украинских оккупированных частях, на украинских оккупированных областях, регионах. Это вопрос времени. И вопрос времени, пока Ким Чен Ын будет отправлять все больше, больше и больше. Зачем это Ким Чен Ыну, вполне понятно. Этот человек хочет восстановить заново войну, военные действия против Южной Кореи. Там уже взрываются дороги, соединяющие две страны. Там уже находятся так называемые южнокорейские беспилотники и уже угрожает Ким Чен Ын войной и говорит, что вот это вот провокация. Что это повод. Все происходит так, как происходило у нацистов. Нет ничего нового на этом белом свете. Что нужно Ким Чен Ыну, вполне понятно. Что Владимиру Путину нужна живая сила, потому что своей не хватает, тоже понятно. Однако Владимиру Путину нужно нечто большее. Ему нужно, чтобы война постоянно масштабировалась. Ему нужно угрожать Западу. Ему нужно Запад шантажировать. Ведь посмотрите, что происходит вот сейчас, за последние месяцы, за последние даже год. Эта война России против Украины приобретает все больше характер нерегиональной европейской глобальной войны. Это изначально, по большому-то счету, была глобальная война. Начало глобальной войны. Которую постоянно Запад сдерживает и пытается ее купировать хоть каким-то образом. Чтобы она не расширилась куда-то, хотя уже в Южной Корее и в Японии говорят, что на 100% перейдет на территорию Азии. Что это пламя перекинется и туда. И это тоже вопрос, на самом деле, времени. Только вопрос, какого времени? Месяцев или лет? Я более здесь пессимист, кстати. Мне кажется, месяцев. Путин использует северокорейские снаряды, иранских инструкторов, иранских инженеров, северокорейских инженеров. Путин использует иранское оружие. Путин использует китайские технологии. Путин использует индийские деньги. путин использует а наемников из африки наемников из латинской америки многих наемников российские спецслужбы тоже фсб военная разведка россии обманывает и силой притаскивают в россию воевать против украины буквально недавно премьер-министр индии на рендер моде приезжал ночью к путину и просил у него в кремле на коленях просто чтобы путин ему отдал его же граждан которые российские спецслужбы просто похитили дали им в руки автоматы и направили против украины воевать хотя те не хотели ничего делать и даже не думали что они попрутся на войну думали просто как мигранты пойти поработать поработали путин воюет всеми всеми кем только можно однако теперь делается совершенно иной кардинально иной шаг в сторону масштабирования этой войны и без того большой крупной войны против украины на самом деле против запада теперь северокорейские войска регулярная армия военнослужащие не отставники какие-то ничего по не наемники войска и что сейчас получается для чего это делает владимир путин а мимо к курской области освобождение прочее прочь для чего он это делает ответ очень простой он создает для запада вилку вот смотрите если америка не отвечает она сейчас не отвечает то владимир путин понимает что нет никаких красных черт нет никаких красных линий до приехал министр иностранных дел в украину было заявление министр обороны франции о том что да эта война может переброситься на территорию азии это очень плохо северокорейские войска это угроза а как для европейской безопасности не угроза нет то что чужое государство уже просто еще одно воюет на территории украины это не угроза нет мы этого не хотим видеть как-то да что война масштабируется за мной майдан за мной крещатик главная улица киева столицы независимой украины которая воюет за свободу с путинской фашистской россии все самые свежие новости украины и мира а еще профессионализм патриотизм и совесть телеграм-канал дмитрий гордон вы еще не с нами немедленно подпишитесь и будете знать все так вот если запад не отвечает это означает что и сюда могут прийти абсолютно все кубинские разведчики никарагуанские боевики малийские уголовники какие-то иранские террористы северокорейские вояки даже китайские со временем могут сюда прийти и поучаствовать в этой войне как на полигоне потренироваться для того чтобы улучшить организацию своих войск свою обраноспособность свои системы вооружения как на полигоне а если отвечает не беззубыми санкциями не наложением ограничительных мер против физических и юридических и российских лиц против поставок северокорейского угля который и так поставляют пор же д на бабки абрамовича во всяком случае так было раньше компанию евраз никто не отменял а настоящими санкциями и даже не санкциями а усилением своих позиций милитаризации южной кореи укропнением войск в японии соединение в тихоокеанском регионе отправкой большего количества контингента американских военных в южную корею где и так находятся американские базы американские контингенты американское оружие как и в японии кстати то что это означает а это означает угрозу большую угрозу войны которую так боится запад но с другой стороны это будет означать что украинский конфликт российско-украинская война это противостояние что она будет постоянно усугубляться и усугубляться уже южная корея сказала о том что сюда направит инструкторов своих свое оружие будет помогать хотя и так помогая через польшу так что теперь здесь все будут бегать и президент зеленский уже приезжает на территорию европы и говорит готовьте войска это неизбежно готовьтесь том числе и вы защищать украину она они даже вшивы беспилотник сбить российские не могут над своей территории над своей польской румынской они смотрят в небо весь то запад смотрит в небо а путин им сыт в глаза и устраивает им золотой дождь они еще в это время сутся ко всему прочему сделают заявление министр иностранных дел на следующий день просто глотает все это и забывают что россия направила свои ракеты на территорию польши на территории румынии или беспилотники они их это все случайность они боятся конфронтации с россией хотя прекрасно понимают что в 15-20 раз сильнее российской федерации пока что но все равно боятся пытаются остановить путина на украинской территории и при этом постоянно запаздывают с помощью с поддержкой с финансами с экономической какой-то гуманитарной и прочее прочее с военной но конечно самая циничная позиция это конечно администрации барина который сюда и остин уже приехал и все и они все никак не могут понять а есть северные представители северной кореи в курской области или нет вот им уже буданов дал все расчеты в этом уже министр обороны южной кореи дал все расчеты в этом уже спутники дали все уже есть видео северокорейских корейцев приморском крае уже есть фотографии спутниковые снимки все есть они никак не могут разобраться потому что изначальная задача просто было сдерживать путина от масштабирования войны между россией и нато а то что эта война просто заполыхает разных регионах мира и это все приведет большому взрыву отчета об этом никто не думает но это то чего не может понять запад желание путина желание путина это войну масштабировать этого это войну увеличить создать огромное количество горячих точек по всему земному шару чтобы у запада просто не было времени и средств денег на украину чтобы горел ближний восток чтобы горел тихоокеанский регион чтобы горел отдельно корейский полуостров а ведь если загорится корейский полуостров американцы будут воевать китайцы будут воевать южнокорейцы будут воевать японцы будут воевать и россияне будут подливать масло в огонь владимир путин африку подожжет уатинскую америку подожжет только для того чтобы у американцев не было возможностей вместе с европейцем каким-то образом должным образом реагировать это простой план но почему-то этому плану не хотят противиться противостоять ему должным образом не хотят большому сожалению и конечно а пофиге всей этой феерии это приезд генсека он гутереша в казань к путину на поклон к царю не для того чтобы каким-то образом саммитбрикс он приехал не для того чтобы попросить его падя помощи какой-то чтобы он прекратил войну чтобы он освободил военнопленных чтобы он освободил украинских детей нет на поклон приехать деньги получить потому что вся система оон закоррумпированная забюрократизированная сидит на подсосе и сосет у путина и у си дзинпина долгие десятилетия сосет никак не может насосаться вот и гутереш приехал сосать к путину деньги брать кланяться ему гутереш который призван уже персоной нонграта в израиле который критикует израиль за 7 октября можете представить и который ни черта не может помочь украине и противиться вообще что-то делать в отношении россии короче говоря то что сейчас сделать владимир путин с северными корейцами с этим ким чун ином это очень опасная история эта история которая напрочь меняет вообще ход войны эта история которая может превратить войну реально был в третью мировую полноценную и путин может воплотить в жизнь мечту иосифа сталина который мечтал на том же корейском полуострове создать третью мировую войну с применением ядерного оружия не он не успел его прикончили а владимира путина могут не успеть прикончить с чего мы в принципе взяли с вами что владимир путин первым нажмет на ядерную кнопку почему мы не можем предположить с вами того факта что владимир путин может спровоцировать большое противостояние на ближнем востоке что он уже делает на корейском полуострове где есть оружие и у персов есть оружие у ким чин и на в северной корее почему мы считаем что путин их не спровоцирует на применение это ядерного это ядерные ракеты это ядерные бомбы почему мы считаем что они не нажмут первыми после чего уже будет легко и путину нажать почему мы не можем подумать что быть может план и в этом состоит чтобы везде полыхала чтобы везде кипела и коптела и дымела а у него вероятно такая идея есть сжечь весь мир потому что он понимает что если война заканчивается то конец ему его режиму российской экономики и российскому народу потому что это будет полноценная постоянная какая-то с дрязга в россии которая будет заканчиваться потасовками войнами гражданскими путчами и прочим и прочим что все будет гореть и всех будут резать и все будут возмущаться будет у колоссальное социальное недовольство и все лопнет и все рухнет там вот что означает конец войны для путина поэтому ему нужна одна постоянная война а чтобы она нужна была постоянной ее нужно постоянно чем-то подкреплять то иранским оружием теперь северокорейцами кто будет дальше и в каком количестве и сколько будет молчать запад и ответит ли он потому что для путина самый важный здесь вопрос что он прощупывает ответит или нет запад и чем он ответит от этого будет зависит то а что он дальше будет делать и неважно при каком президенте трампе или харрис вот что делает владимир путин он собирается масштабировать войну россии против украины он собирается ее превратить в глобальную до конца текущего года до января 25 пока новый президент сша вступит на свой пост и войдет в овальный кабинет пройдет инаугурацию вот он будет повышать постоянно ставки повышать повышать и повышать поэтому на северокорейских военных как я сказал это пробник их будет наверное еще больше здесь со временем необходимо обращать очень серьезное внимание очень скрупулезно это все дело анализировать постоянно за этим следить потому что это уже совершенно другая война это уже совершенно другие условия этой войны и даже совершенно другие ставки которые разыгрываются на этой войне и мы снова видим что украина здесь играет на опережение что украина больше понимает что зеленский говорит давайте войска давайте то давайте все и снова тотальное молчание я скажу так или запад проснется или он может в один прекрасный момент проснуться и понять что всему что он строил десятилетиями пришел конец короче говоря следим наблюдаем анализируем ситуация правда довольно непростая с вами был александр гемченко вы были на каналах дмитрия гордона ставьте лайк комментарии подписывайтесь до новых встреч пока александр гемченко и